всем привет ребята с вами я мега и в этом видео мы будем делать наш магазин прежде чем прежде чем его делать я расскажу как он у нас будет работать работать он у нас будет по примеру страниц возьмем к примеру поисковую систему google когда вы вводите что-то в поиск вам выдает найдено там какое-то количество элементов если они все не вмещаются на одну страницу то у вас снизу появляются как бы стрелочки типа далее либо назад у нас будет точно такая же как бы система только наверное будет в плане кода отличаться нам для этого нам понадобится чтобы это реализовать один общий массив то есть массив которым будем мы хранить все наши товара мы сделаем такой массив и чтобы выводить нужное количество элементов мы будем нам нужно точнее знать минимальный индекс то есть от которого мы должны начинать выводить и максимальный индекс к которому мы должны выводить чтобы их получать как мы будем их получать получать мы будем их очень просто мы будем текущий лист умножать на количество кнопок то есть на количество элементов которые нужно вывести тем самым мы будем получать как бы максимальный индекс чтобы получить минимальный индекс мы от максимального будем отнимать количество которое нужно вывести тем самым мы будем получать минимальный индекс и собственно создавать по этим индексом цикл и он будет нам выводить собственно нам нужное количество элементов как еще вот сделать как бы это все легко запустить цикл легко но индексы могут уйти как бы за как бы за 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 пределом за пределом количество элементов например вот возьмем у нас 6 кнопок и возьмем то что у нас массиве у нас сейчас находится 13 товаров которые мы должны выставить на продажу то есть на первой странице мы один ножа и на 6 получаем 6 от 6 отнимаем 6 получаем 0 то есть от 0 полу 5 элемент выйд выведем все нормально принципе идем на второй лист мы два у нас 6 получаем 12 от 12 отнимаем шесть и получаем 6 от 6 по 11 и выведем все прекрасно принципе идем на третью страницу мы три умножаем На 6 получаем 18, уже вышли за пределы, то есть максимальный индекс нам уже не подходит. У нас будет проверка, если мы так вот действительно ушли за пределы, то мы просто максимальный текущий индекс присваиваем как последний элемент массива, а минимальный вот. Теперь как нам здесь найти в такой ситуации минимальный индекс? Мы просто, даже если присвоим 13 элемент, а от 13 отнимем 6, мы не получим. Нам нужен один элемент, но там придется выводить нам больше. То есть это нам не подходит. А мы будем просто присваивать минимальный индекс таким как предыдущий лист. Как бы мы будем тоже получать максимальный индекс предыдущего листа, и от него мы будем уже начинать выводить. Тем самым у нас выведется максимальный, точнее один элемент от максимального предыдущего к концу самого массива. То есть один элемент у нас должен вывести. В принципе, вам может показаться непонятным, что я вам только что рассказал, и, собственно, код может быть тоже вам непонятен. Так как мы подобной логики не строили, и она очень сложна в понимании, если вы с этим ни разу не сталкиваетесь. Но я надеюсь, что вы хорошо с этим все разберетесь. Итак, приступим к написанию кода. Итак, мы приступаем к написанию кода. Первое, что нам нужно, это получить, собственно, ссылки на наши кнопочки. Так, найдем их, идем в UI, в мейн-панели они находятся у нас, и открываем наш скрипт GameHut. И начнем их получать. Сперва же прокомментируем, как нужно. Переменные для работы с магазином. Как-то так. И, наверное, мы возьмем лист. Да, лист мы можем. Взять лист текстов. Сперва получим ссылки на текста. Назовем их как TextCost. Ну и инициализируем, собственно, лист. Собственно, ссылки получили мы. Идем их присваивать. Так, идем. Вот эта трехчасовая компиляция. Как же она меня радует. Вот у нас, в принципе, создался лист. У нас так, шесть кнопок. Пишем шесть. Идем в первую кнопку. Присваиваем. Идем во вторую. Берем TextCost. И присваиваем. Так. Вот так вот. Пятая и, наконец-то, шестая. Собственно, все. Получили мы ссылки на вот эти вот текста со стоимостью. Собственно, идем в наш гейммод. Вот, наверное, в гейммоде мы будем реализовывать данную логику. Первое, что нам нужно, это получить ссылки на наши кнопки. Получим мы их как на геймобжекты, наверное. И, не знаю, button towers. Вот так мы их назовем. Также инициализируем лист. В принципе, все. Теперь можно приступать к созданию переменных. Создавать мы будем приватные, так как видеть их нам не нужно. Типа целочисленные они будут. И первая переменная это k1. Это будет как k1 полностью расшифровываться. То есть начальный ключ или начальный индекс. k2 это у нас будет максимальный ключ, индекс. И переменная с листом. Даже не так. Мы, наверное, вот так сделаем. Нажмем private, int. И num назовем num list, номер листа. Их раз уже инициализируем как один. Вот так мы это сделаем. Здесь, кстати, можно еще одну переменную добавить. Нижнее подчеркивание g. j, как там правильно говорится. Она нам понадобится. Я расскажу чуть позже для чего. Собственно, это две наши переменные, как я говорил. Минимальный, максимальный индекс и номер листа. Это нам и понадобится знать. Опускаем. И, собственно, переходим к написанию нашего метода, который будет обновлять нашу инфу или выводить. Пишем public void, он shop. Мы назовем его вот так. К разу же нашу j переменную присваиваем 0. Потом расскажу, для чего нам эта переменная. И создаем наше условие. Так, первое, что нам нужно проверить, не вышли ли мы за диапазон индекса. Мы берем текущий лист, умножаем его на количество наших кнопок. Это buttonTowers.count. И проверяем, если это число больше, чем количество товаров. shopTowers.count, прибавленное количество кнопок. buttonTowers.count. Вот так вот. В принципе, это условие работает так, что мы получаем максимальный индекс. Вот, например, возьмем наш случай с 13 элементами. То есть, мы выводим первый лист. У нас вызывается метод onShop. 0 присваиваем и проверяем. 1 умножаем на 6. Получаем 6, да? Потом мы shopTowers. Количество товаров у нас 13. К 13 прибавляем количество кнопок. Это 6. Получаем 19. Сколько там? У нас 6 больше 19. Нет. Мы это условие не выполняем. То есть, мы не вышли за диапазон индексов. Поэтому мы в случае, когда вышли, мы K2 присваиваем как shopTowers.count. То есть, максимальный наш индекс нашего тавера. Сейчас, наверное, надо показать вам. Так, ну давай компилируйся. Так, вот, например, у нас 3. И вот так вот 13 возьмем элементов, как я говорил. То есть, мы вот первый лист мы выводим вот 5 товаров. Ну, в общем, их 6. Ну, по пятый элемент мы вводим. С нулевого по пятый. Все нормально. Идем на второй лист. Мы выводим по 11. Идем на третий. И мы вышли за range. То мы индекс последнего элемента устанавливаем как максимальный. То есть, K2 мы устанавливаем в shopTowers.count. В ней будет храниться индекс вот этого вот последнего элемента. А начальный индекс мы присваиваем как numList. Так, предыдущий лист. От предыдущего листа мы отнимаем 1. Точнее, от текущего листа мы отнимаем 1. Получаем номер предыдущего листа. И мы умножаем на количество кнопок. BoutonTowers.count. То есть, мы получаем вот этот вот элемент как бы. А от вот этого до вот этого мы будем выводить. Ну, выведется только 12. Так как 11 у нас выводится в другом месте. Думаю, с этим понятно. А иначе, если мы не вышли за range, то мы, как обычно, по нашей формуле. К2, текущий лист умножаем на количество кнопок. То есть, на количество контента, которое нужно вывести. И минимальный индекс мы берем максимальный индекс. К2. Отнимаем от него количество кнопок. BoutonTowers.count. В принципе, все. Логика как бы наша построена. Нахождение индекса. Советую тем, кто не понял вот это вот. Как оно выполняется, работает, что ли. Взять листочек, ручку, либо карандаш. Написать только не переменными. Не как вот название переменных. А как, например, вот количество товаров. Там текущий лист. Там умножить на это. Потом просто взять свои какие-то числа, придумывать. И подставлять их. Например, у нас там пятый лист. А у нас там, ну, в принципе, до пятого дела не дойдет. Например, у нас там какие-то числа. Вот как я вот подставил. Взял, например, 13 элементов в тавере и 6 кнопок. И подставил их под вот эту вот логику. Сделать вам так же. Просто подставлять свои числа на листочке. Смотреть, как они будут. Ну, самому вычислять их. И, в принципе, вы так быстро вникнете в это условие. Так, после чего мы просто запускаем цикл Forage. Это цикл для массивов, листов и прочего. Думаю, все знают, как этот цикл настраиваться. Надо вписать тип массива. Мы вписываем GameObject. Мы же кнопки получили как GameObject. Это промежуточная переменная, в которую, в принципе, будет записываться значение, ключевые слова in. И указать нужно сам массив. ButtonTowers. Указываем сам массив. И все. И, в принципе, берем Object.setActive. Метод, который делает активным или неактивным объект в сцене. И присваиваем как False. Просто скрываем все кнопки. Далее. Создаем новый цикл. Уже просто For. И, как обычно, Int.i. И начальный индекс присваиваем как наш начальный индекс. Далее идем, проверяем. И меньше k2. И нашу переменную i прибавляем. Почему меньше, а не равно. Меньше либо равно. Вот так. Ну, вот так. Меньше либо равно. Проверяем меньше, потому что отчет у нас идет от нуля. Чтобы нам не писать вот здесь минус единицу. Чтобы нам выводить от минимального к минус 1 максимальному. То есть от нулевого по не по шестой. Если бы мы вписали бы здесь равно, у нас бы выводился по шестой элемент. То есть от нулевого по шестой. Это 7. Но нам выводить нужно шесть. Мы будем выводить по пятый элемент. А далее с шестого по одиннадцатый. С двенадцатого по восемнадцатый. И в такой прогрессии. Поэтому мы указываем просто меньше. Когда у нас, например, переменная i станет, например, шесть. А у нас в индексе шесть же максимальный. Проверить это условие. Шесть меньше шести? Нет. И цикл не выполнится у нас. Поэтому мы, чтобы выводить ровно шесть элементов, вписываем здесь меньше. Условие ставим. И все. В принципе, цикл наш построен. Логика индексов получена. И можем творить магию. Идем сюда. В тело нашего цикла. И идем в гейммод. Где у нас хранят. Точнее в геймхат. Где мы храним наши текста. И получим текст кост. Текст кост. Правильно. Ставим квадратные скобки. И вот тут мы вписываем в качестве индекса нашу переменную j. Так как у нас в текст кости всегда будет шесть элементов. Но вписать переменную j мы сюда никак не можем. Потому что у нас, например, может быть пятый лист. А на пятом листе там уже 20 чем-то. Либо 30 индексов. Но у нас такого индекса нет. У нас просто выдаст ошибку. Поэтому мы ключ. Сами создадим его. Короче. Вот так вот. Создали. Получили компонент текст. Получаем. Идем далее. И, собственно, можно уже сам текст присваивать. Теперь идем в массив, где хранятся товара. ShopTowers. Так. И здесь мы указываем переменную i. И просто getComponent. Infotower. Точка value. И идем там, где мы храним нашу стоимость. Точка cost. Вот так вот. И переменную g мы не забываем. J. То есть. Инкрементировать. Вот так вот. Все мы построили. Вот такая вот конструкция у нас. В принципе, она с первого взгляда кажется сложной в понимании. Но если хорошенько в нее вникнуть, она очень проста. Идем проверять. Так. Возьмем. Мы, наверное, изначально проверим. Возьмем один tower. И так. Нам еще надо сразу кнопки. У нас 6 кнопок. Наши кнопки туда установить. Идем, 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 идем. Так. Идем в GameWorld. Первую кнопку. Вторую кнопку. Третью. Четвертую. Пятую. И, наконец-то, шестая. Идем в префабы. В папку префаб, где у нас хранятся префабы товаров. И, собственно, заносим в магазин их. Вот первый tower. Так. Стоит он 25. Запустим. И проверим. И молимся, чтобы все работало. Но у нас ничего не работает. Скорее всего, потому что мы данный метод забыли вызвать. Идем в метод Start. А в метод Update мы его не вызываем. Так как данную инфу обновлять, в принципе, не нужно. И даже если нужно, надо это делать как-то не самим вызовом этого метода, а делать уже какой-то отдельный метод. Либо же здесь вручную в методе Update как-то прописывать. Потому что данный метод будет считаться сложной математической функцией. Так как здесь используется много математических выражений. Там плюсы, умножения, присваивания. Два цикла еще причем тут используются. И для нас, в принципе, это кажется легкой логикой. Но для процессора это будет считаться сложной математической функцией. И выполнять он ее будет, как бы, трудновато ему будет ее выполнять. Вот так вот. Ну, если же, конечно, там никакой не Core i7, там, с супер вычислительной способностью. Но все равно будут заметны проседания в FPS. Особенно будет сильное проседание в FPS на слабых компьютерах. Меньше Core i3, которые идут. Точнее, по вычислительной способности меньше Core i3 идут. Которые... У них будет очень сильное проседание. Поэтому в метод Update подобные методы мы не суем ни в коем случае. Итак, в принципе, в методе Start вызвали. Теперь можно идти проверять. У нас один Tower, так что у нас должна сохраниться одна кнопка. Эти все скрыться и вывести с ее значения. Так, ждем компиляции. Запускаем. У нас вообще не вышла ни одна кнопка. И у нас вызвалась ошибка. То, что у нас индекс где-то там превышен. Либо... Идем номер листа. Номер листа мы инициализировали. Все как нужно, в принципе, да. Первый лист. Собственно, идем проверять, в принципе. Берем лист, умножаем на количество кнопок. Это 6. В принципе, с первым можно еще посмотреть, все ли мы правильно сделали. 6 кнопок, 6 текстов. Все нормально. Проверяем. Индекс предыдущего листа устанавливаем. Все правильно. Если вышли за ренж, количество кнопок, все, в принципе, правильно. К1... Что-то по комиссии я не вижу. Здесь где-то ошибок у себя. Но компилятор нам выдает. Точнее, не компилятор, а игра. Так, я, наверное, поставлю на паузу и быстрый. Так, я извиняюсь. Я нашел свою ошибку. Мы... Она находится вот в этом условии. Нам вот это вот не нужно делать. Я немножко спутал. При плюс 6, плюс количество кнопок, нам это нужно будет делать, когда при переключении листов. То есть, далее, назад. Там это надо проверять. Я... Не знаю. Просто ошибся. Бывает такое. Но, слава богу, я это быстро все нашел. Так, ждем компиляции. Запускаем. Молимся, что все работало. Опять, ни хрена не работает, но уже зато ошибки не выдает. Это потому, что мы просто не активируем. Мы скрыли наши... Вызываем цикл, скрываем все элементы, но не показываем ни один элемент. Поэтому мы берем ButtonTowers с индексом J. Точка setActive вызываем метод, который нам... Собственно, я про который говорил, что он делает уже. И вписываем true. Закрываем. Ждем компиляции. Ждем, ждем, ждем. Запускаем. Аллилуйя. У нас все работает, ребята. Один Tower, одна кнопка с его стоимостью. Теперь... Можно... Немножко... Потестировать. Так, это вот так вот переместим. Впишем, давайте, два Tower. Внесем второй Tower. Там, по-моему, у него... 10, да, 10. И посмотрим. Все работает. Теперь давайте сделаем наше переключение по листам. Идем в код. И нам нужно два новых метода сделать. public void, наверное, nextList, следующий лист. Назовем мы его как? Так. И первое, что нам нужно сделать, это проверить. Проверять мы будем вот так вот. Номер следующего листа получаем. Следующий лист умножаем мы на количество, которое нужно вывести. Где это? ButtonTowers.account. Вот так вот. Если это число меньше, чем количество товаров. ShopTowers.account. И вот тут нам нужно умножить на количество кнопок. ButtonTowers.account. То есть, если на следующем листе есть элементы, не превышающие, как бы, количество товаров, умноженное, даже не умноженное, а прибавленное. Вот так вот. Я обратно ошибся. Вот так вот. И мы текущий лист просто инкрементируем. Как же эта штука работает? В принципе, работает она тоже легко. Мы, например, у нас сейчас возьмем первый лист, например. Ну, да. Возьмем первый лист и 13 элементов всего у нас вот тут находится в ShopCount. Так. Смотрим, что у нас там. У нас 6 кнопок и 13 элементов. 13 плюс 6 получаем сколько там? 19. И первый лист. Когда сейчас находимся на первом листе, да, вот. Мы к первому листу прибавляем 1, получаем номер следующего листа, то есть 2. 2 умножаем на 6, получаем 12. 12 меньше 19, да. Значит, мы можем перейти на второй лист. Мы инкрементируем переменами. Теперь мы хотим перейти на третий лист. И смотрим. Берем третий лист. Вот здесь получаем. 3 умножаем на 6, получаем 18. 18 меньше, чем количество... Ну, 19. Да. Мы прибавляем перемену. Идем на четвертый лист. Мы также 4 умножаем на 6, получаем 24. 24 меньше, чем количество... Ну, 19. Нет. Оно не меньше. И мы не идем никуда. В принципе, вот так. В принципе, тоже выписать вот эту логику на бумажку и... Как бы разобраться в ней. Идем в создание... Переключение назад. BackList. Здесь просто... Легкое такое условие. Если текущий лист... Ну, лист... Наверное, больше единицы. Вот так вот. Больше единицы. То мы текущий лист декрементируем. Вот так вот. Меньше первого листа мы не сможем опуститься. Потому что... Один не меньше одного. И мы не можем уйти в минус. Либо же нулевой лист получить. В принципе... Должно все работать, как я думаю. Осталось нам только эти методы вызвать в соответствующих кнопках. Идем в NextList. Опускаемся ниже. Идем в OneClick. Жмем сюда. Находим наш GameWorld. Идем в список функций. Идем в GameMode. И NextList выбираем. Установили. Идем назад. Также находим GameMode. GameMode. И выбираем уже BackList. Все. Должно работать. Ну, переключаться сейчас не должно, по идее. Жмем далее. Да, не переключается. Назад тоже не переключается. Теперь давайте... Установим... Как я говорю... 13 товаров. Просто вот так вот. И по идее у нас 3 листа. Да, если так посчитать. Первый лист. Все нормально. Выявилось. Ошибок в консоли. Блин, да. Никаких нету. Так. Жмем далее. Тоже нету. Это второй лист. Я нажал. Идем на третий лист. И у нас на третий вообще не переключается. Перезапущу. Жмякаю, жмякаю. Но у нас ни хрена не работает. Не второй лист не переключается. Ничего. Next лист. Идем искать причину. Next лист. Если меньше, чем количество товаров. Плюс 6. Количество кнопок. В чем проблема. Я не вижу проблемы. Но надо искать нашу ошибку. Если следующий лист. Например, первый лист. Ну, в принципе, все работает. А-а-а. Ёлки-палки. Мы же инфу не обновляем. У нас как бы все выводится в данном методе. И мы нигде не обновляем. Только один раз вызываем данный метод. Нам еще нужно его вызывать при каждом переключении листа. Чтобы информация обновлялась. Поэтому у нас не было никаких ошибок. И ничего не работало. Опять повезло, что я быстро нашел причину. Что-то мне часто везет. Запускаем. В принципе, нормально все. Запускаем. Укразу же значение изменилось. Жмем далее. Жмем далее. Это третий лист уже. Все нормально работает. Жмем назад. И сейчас здесь 25 должно. На первом листе у нас 25. Да. В принципе, все. Наша система работает. Не знаю. Хочется отметить только то, что код трудный в понимании. С тем людям, которые с подобным не сталкивались. С подобной логикой я сталкивался еще, наверное, в классе 8, когда я там работал с базами данными. И тоже делал листы, вот эти вот листы, вывод информации, там, с переключением. Поэтому мне, как бы, большого труда не составило построить данную логику и понять, как она работает. Ну, на этом, наверное, все. Видео подошло к концу. Всем, кому понравилось, ставим лайки. С вами был я. Мега.